добрый день дорогие мои друзья итак сегодня у нас мастер-класс по тому как раскроить наши изделия сразу на ткани прежде всего мы подготавливаем техническое задание она у нас выглядит вот таким вот образом мы выбрали наташу из тех кто пришел у нас сегодня у нас болезнь опять некоторых членов нашей дружной семьи подкосила поэтому работаем в том коллективе в том составе какой у нас получился вот такое техническое задание 10 перечислила как называются наши мерочки чтобы вам было потом и я начинаю сейчас эти мерочки снимать прежде всего на баталии завязываем шнурочек завязываем его очень туго для чего нам это надо для того чтобы уметь его поправить суметь его поправить во первых на спинке посмотрите я его опускаю как можно ниже чтобы он у нас упирался вот в эти вот наши анатомические косточки вот в это все затем поворачиваюсь боком к человеку наташа да и поправляя его таким образом чтобы впереди наш шнурочек был на одном уровне со спинкой то есть параллелен полу это обязательно нужно для того чтобы понять осанку фигуры осанка это самое главное но сейчас мы начинаем снимать прежде всего полуобхват груди ничего необыкновенного измеряем шаги один будет 100 делим пополам я сразу буду говорить половинку это будет 50 так полу не шагает sb sg1 это с полообхват талии сорок один с половинкой нет не надо я сама и полообхват бедер значит давай как правда запиши карандашиков катенька вот сюда вот ниже пожалуйста хорошо я потом еще могу не правлю какие 5 строчек будет 50 и сорок один с половинкой проверимся давай сейчас еще раз проверимся да было 83 значит сорок один с половинкой пишем смотрите девочки как снимать бедра нам нужно чтобы наши наши сантиметровая ленточка была строго параллельно полу обнимала самую широкую часть фигурки внизу так как у нас у наташи практически нет животика я на животик не отодвигаюсь а если есть животик значит мы немножко вот сюда отодвигаемся и я вижу 103 пополам 51 с половинкой запишем 51 с половинкой теперь поворачиваемся камере лицо и опускаем плечики нам нужно обязательно опустить плечи расслабиться опустить плечи находим верхние уголочки подмышечных впадин это обычно то место от в каком в котором у нас начинается линия проймы изменяем мерочку шага 1 17 с половиной все делю пополам затем чуть-чуть повернулись опуская перпендикуляр из верхнего уголочка подмышечных падины вниз и на этом же уровне измеряем шаг 2 вот в этом месте очень важно не отводить сантиметровую ленточку далеко подмышку обычно это у нас косточка от пузгалтера здесь находится вот и записываем делим пополам 22 затем измеряем расстояние между центрами груди у наташи это будет восемь с половинкой поворачиваемся спинкой на спинке очень хорошо видны верхние уголочки подмышечных впадин с учетом всяких жировичков которые здесь у нас могут быть прямо от уголочка до оголочками 19 записываем пополам и в этом месте у нас тоже должна проходить линия проймы то есть фактически это тоже расстояние от проймы до проймы только со стороны спинки затем поворачиваемся лицом в этой же строке мы записываем мерочку длина изделия длина изделия измеряется у меня от талии вниз и записывайте ту длину которая вам нужна мы сегодня будем строить жакетик потому что он ничем от платья не отличается кроме длины просто расходы ткани будет поменьше и я напишу скажем ну давайте 22 сантиметра возьмем жакетик длиной поэтому длина изделия 22 сантиметра дальше с правой стороны все мерочки у нас снимаются измеряем ширину плеча следующая строчка ширина плеча обычно 13 сантиметров как понять откуда начинается мерочка вот у нас есть с вами цепочка немножечко ее натянули куда она попала это начало этого плечика уши и у основания шеи и конец вот очень хорошо наташи как раз 13 сантиметров здесь у нее и проходит линия проймы у ее топика 13 запомнили в эту же точечку устанавливаем вот так вот нашу ленточку никаких поворотов на руке делать не нужно в свободном полете просто вот так вот меряем нужную длину 59 например я бы взяла да это длина изделия поднимаем ручку измеряем обхват плеча обхват плеча сомневаемся в большую сторону 31 сантиметр и ширина рукава внизу меряем вот здесь 24 сантиметра все с этим закончили ведь самые главные мерочки балансовые мерочки для этого мы используем как бы верхнюю часть нашего изделия плечевой шов вытачка по спинке из пришиваем к нему к этому нашему плечику так называемому приспособлению вот такие вот 4 сантиметров ленточки давайте подойдем вот сюда поближе чтобы было хорошо видно вот сюда подойдем поближе что было хорошо видно значит плечевой шовчик мы располагаем строго посерединке это надо обязательно следить за этим так теперь поворачиваемся спинкой камере так первая мерочка которая измеряется мы измеряется длина спинки до талии параллельно позвоночнику от верхней плечевой точки вдоль позвоночника и вот мы вижу здесь как шнурочек у меня немножко широковат я ориентируюсь на верхний край своего шнурочка 41 сантиметр это дтс у нас затем от конечной точки плеча мы меряем мерочку до точки пересечения линии талии с позвоночником у нас 43 сантиметра 43 сантиметра еще в этот момент я оцениваю осанку фигуры осаночка всегда такая вот перегибистая это очень сильно вот здесь идет перепрогиб в этом в этой области пояснички да то есть мне это надо будет отразить на моих выкройков и поворачиваемся передом и прижимаем вот так обе эти точки начинает работать вот эта сантиметровая ленточка и показывает нам длину высоту груди высота груди 28 и длина переда до талии дтп 46 половиной сантиметров затем от конечной точки плеча измеряем высоту плеча косую косую высоту плеча косую переда 24 сантиметра находим не 24 извиняюсь 23 сантиметра 28 и 25 вот так вот пересекаются разница в три сантиметра когда я измеряю свои мерочки катенька вот здесь вот поставим для наташи вот здесь немножечко постоим я всегда определяю осанку фигуры вот нашим случае спасибо катюша у нас дтп 46 половиной а дтс 41 разница 46 с половиной отнять 41 будет пять с половиной сантиметров вот такая перегибистая у нас фигурка если это разница меньше трех то осанка считается нормальной если она меньше одного фигурку сутула у вас фигурка перегибистая мы тоже будем это учитывать когда вы снимаете мерочки неважно какая у вас тут будет талия бедра вы здесь можете поиграть потом прибавками но очень важно именно определить правильную осанку для этого шнурочек параллельно да и очень правильно выставить вот это вот плечико чтобы она стояла у вас именно посерединке плеча не заваливалась ни назад не вперед и никуда не перекашено было все следующий номер нашей программы будет непосредственно раскроем